Было в России две беды, а теперь, видимо, появилась третья. Да пострашнее. Миллионы пострадавших напрямую или косвенно, тысячи остались инвалидами. Не меньшее число и вовсе отправилось на тот свет. Видимо, одних рейдов против торговли фанфуриками в нашей стране уже недостаточно. И свидетельство тому – недавняя трагедия с десятками погибших в Иркутской области. Но обо всем по порядку в первом материале выпуска. По жалобе одного из жителей комиссия сегодня проверила магазин «Продукты», расположенный в доме 25-27. Сотрудники госалкогольинспекции в ходе рейда обнаружили 20 флаконов спиртосодержащих жидкостей по цене 30 рублей за штуку. Накладные на них отсутствовали, а потому всю партию отправили на экспертизу. Индивидуальному предпринимателю в 25-м комплексе грозит административное наказание в размере от 10 тысяч рублей с конфискацией изъятой спиртосодержащей продукции двойного назначения. О том, что в магазине ведется продажа суррогатного алкоголя под видом косметических средств, не скрывают и часто его покупатели. Причем здесь, на точке в 25-м комплексе, пришедших за фанфуриками не смутили. Ни телекамера, ни сотрудники госалкогольинспекции. Не то, что вообще тут идет проверка. Ну, это можно взять. Нет? Почему нет? Потому что это изымается. Внимается. Арестовывается. Маленькие бутылочки таят в себе большую поражающую силу. Понимающие это россияне подписывают петицию в адрес Владимира Путина. Они взывают к президенту, чтобы тот ввел тотальный запрет и на производство, и на продажу жидкости двойного назначения. Напомним, только в одной Иркутской области, где накануне был объявлен день траура, в результате массового отравления в минувшие выходные погибло 60 человек. В больницах остаются еще 40. В масштабах страны цифры еще страшнее. Челнах. За год зарегистрировано 116 отравлений некачественным алкоголем. 116. Это обращение в больницу? Да, 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 да. 116. Летальные случаи были из них? Были 24 летальных случая. Однако спрос на отраву в нашем городе по-прежнему высок, и на этом наживаются нечистые на руку дельцы. Несмотря на постоянные рейды, штрафы, изъятия, искоренить торговлю фанфуриками пока не удается. Только в этом году из оборота было изъято уже 1500 литров сомнительного алкоголя. Выявлено 45 фактов незаконной торговли. Кристина Маматова, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.